В Ульяновском дворце Единоборс прошло первенство Приволжского федерального округа среди дзюдоистов до 23 лет. Турнир, собравший около 200 юниоров и юниорок из 13 поволжских регионов, в этом году посвятили памяти Максима Мамедова. Воспитанник Ульяновской школы дзюдо погиб во время СВО, спасая своего боевого товарища. В связи с последних событий воспитания патриотизма, не того, который сейчас многие считают патриотизмом, а именно вот, который рождается, закаляется в схватках, в борьбе дзюдо. И это очень, очень нужно. Все в порядке было с боевым духом и у сборной Ульяновской области на этом первенстве. Мужская команда юниоров заняла высокое пятое общекомандное место. Впереди нас только Татарстан, Самара, Оренбург и Нижний Новгород. Это те субъекты, где уровень дзюдо находится на очень высоком уровне. Радует то, что Ульяновская федерация дзюдо не боится брать на себя соревнования самого крупного масштаба и уровня. И качество проведения соревнований с каждым годом все лучше и лучше. Я думаю, в конечном результате это привезет нас и к росту спортивных результатов. У сборной региона четыре бронзовые награды. Призерами первенства ПФО в своих весовых категориях стали Арина Топильская, Анна Фадеева, Руслан Сарашоев и Евгений Лукин. У каждого из этих ребят были реальные шансы на общую победу. Настраивался, конечно, на победу, бороться в финале. Ну, как говорят дзюдо, непредсказуемый вид спорта. Можно одного человека всю жизнь выигрывать и потом проиграть. На чем работать, будем стараться идти дальше. Все четверо ульяновских дзюдоистов претендуют на поездку на финал первенства России, которая в конце апреля пройдет в Красноярске. Время, чтобы до автоматизма отточить броски и подсечки, еще есть.